Команды по силам примерно равные. Пусть гости перед этим туром занимали последнюю строчку в турнирной таблице, но футболисты гостей намного опытнее полевчан, а это имеет немаловажное значение. Наши футболисты владели и игровым, и территориальным преимуществом, но ничего опасного создать не получалось. Гости редко атаковали и в основном уповали на ошибки полевчан в обороне. На 13-й минуте наш голкипер дважды в одной атаке выручил команду, отразил два удара практически в упор. Действие футболистов на поле напоминало бровановское движение, хаотичное перемещение по полю, а редкие подходы к штрафной площади соперников, как правило, ничем успешно не венчались. На 32-й минуте 19 номер хозяев Антон Григорьев, получив мяч в штрафной ЭХП, не сильно пробил по воротам, но вратарь гостей неудачно принял круглую сферу, позволив ей перелететь в ворота 1-0. После забитого гола наши оживились и скорости в матче возросли. Гости на фоне усталости стали садиться в оборону, ожидая свисток на перерыв. В составе команды из Леснова не было запасных игроков, поэтому во втором тайме вполне логично было, что свежих игроков в бой они бросить не смогут, и уставшим футболистам придется доигрывать матч. Но на 67-й минуте встречи мяч попадает в руку игрока-хозяев штрафной площади Полевчан, пенальти и счет уже равный 1-1. Еще через 20 минут быстрая атака по левому флангу и точный удар в дальний угол ворот Полевчан вывел гостей вперед 1-2. Тут же за вторую желтую карточку поле покинул Антон Горбунов, и оставшееся время в меньшинстве полевчане отыграться так и не смогли. Я считаю, что для дебютантов второй лиги набрано 9 очков в данный момент, уже положительный результат. А то, что сегодняшняя игра вообще получилась уникальной, должны играть завтра, а играли сегодня, и нам стало известно, что за 2 часа только. Вот за 2 часа мы собрали живых, мертвых, кое-кого собрали и сегодняшнюю игру отыграли. Ну, команда Леснова за счет опыта нас спокойно обыграла, и никаких претензий вообще нет. Но я благодарен ребятам, что хоть собрались, хоть за 2 часа до матча, как же, у всех свои дела были и прочие, собрались нормально все. Я считаю, что эта команда очень перспективная, и мы работаем еще раз повторяем на будущее. Пусть, несмотря на то, что на поражение обидное и прочее, мы все равно будем работать на перспективу.